Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Подовой сирены. Белорусские спасатели отмечают профессиональный праздник. Желаю крепкого здоровья, счастья, долголетия, любви. Работа или призвание? Липовое голосование. В Телеграм появились новые способы мошенничества. Нельзя переходить по сторонним ссылкам в интернете. На что идут аферисты? Небесная благодать. Православные верующие празднуют крещение Господне. Праздник, называющий просвещение, Богоявление, Христос явился в этот мир. Как Бобруйск встретил торжество. А также двусторонние контакты, арендное жилье и социальный бренд. По программе «Семейный капитал» открыто почти 122 тысячи депозитов. Насколько увеличились выплаты? Сообща защищать общее оборонное пространство. Вместе противостоять нападкам Запада и перестраивать экономику под нужды друг друга. Такова позиция Минской Москвы. Президент встретился с головой МИД России. Речь шла о взаимодействии Министерства иностранных дел двух стран. Проведение совместного заседания коллеги внешнеполитических ведомств. Повестка дня сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении действий, которые предпринимают против Беларуси и России НАТО и ЕС. Центр внимания и координация действий в рамках ООН. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли, даже чуть выше сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россия и Беларусь сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим, тем более это тяжелый год, в том плане, что мы определим направление, по которому мы должны двигаться для того, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях России и Беларуси. Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Вы, конечно же, в курсе дела. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим. Что касается Министерства иностранных дел, я, вы знаете, всегда называю их образцовыми с тех давних времен. Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, то у нас вообще бы не было никаких проблем и вопросов бы проблемных не было. Поэтому я всегда это говорил, не только сегодня. Александру Лукашенко доложили о том, как МИДы двух стран участвуют в работе по сопровождению реализации 28 союзных программ, а также о проработке планов на перспективу. На встрече были затронуты события в Украине в рамках проведения России специальной военной операции. МВД предупреждает. В Телеграм появились новые способы мошенничества. Схема простая. Злоумышленник с незнакомого номера отправляет в личку сообщение с просьбой поддержать своего ребенка в интернет-конкурсе и прикрепляет ссылку на интернет-голосование, которое ведет на фишинговый ресурс. Однако для того, чтобы отдать свой голос, необходимо ввести номер-телефонный код, по которому позже преступники смогут войти в ваш аккаунт. УВД Побруского горосполкома информирует, чтобы не стать жертвой мошенничества, нельзя переходить с посторонним ссылкам в интернете, не вводить свои личные персональные данные на незнакомых страницах, а также на своем устройстве необходимо настроить двухфакторную аутентификацию. Преступники изобретают новые способы мошенничества. Одна из последних схем следующая. Фейковые сотрудники банков сообщают пугающие новости о заблокированном счете. Чтобы восстановить к нему доступ, нужно перейти по ссылке из письма и ввести данные банковской карты. Под предлогом разблокировки зломышленники могут выведать и другую конфиденциальную информацию. Доступное жилье, востребованные грузы, очередные слухи. Минобразование опровергло фейк о запрете на питание для педагогов в школьных столовых. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Медики, которые занимают арендное жилье более 15 лет, смогут выкупить его и стать полноправными владельцами. Такая норма в законопроекте позволит закрепить специалистов на местах и решить вопрос с квадратными метрами. Проект указа уже в администрации президента. Подобную льготу, но уже для военнослужащих, поручил рассмотреть глава государства. Одно из предложений – стаж службы не менее 25 лет. Генпрокуратура установила более 70 новых мест лагерей смерти. Ранее было известно о 480. Расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной в послевоенный период, продолжается. Следствие идет уже более полутора лет. Опрашиваются тысячи очевидцев. Ведется работа с архивными документами. Спрос на перевозку грузов внутри страны за прошлый год вырос на 90%. В лидерах – Брестская область. Водители быстро приспособились к ограничениям на европейских границах и освоили новые маршруты. Вдвое больше товаров стали возить в Армению, в Узбекистан – в три раза, в Грузию – в четыре. Самый большой спрос отмечается на транспортировку бытовой техники, труб, мебели, пиломатериалов, оборудования, запчастей и металла. В Минобразование назвали фейком запрет на питание для учителей в Барановичах. Эти слухи появились в сети во вторник. Подобные распоряжения, подчеркнули в ведомстве, никто не давал. При желании педагоги имеют полное право обедать в школьных столовых и буфетах, как и прежде. Кроме того, во всех учреждениях оборудованы специальные места для приема пищи работниками. В Беларуси открыто почти 122 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Он назначается при рождении, удочерении или усыновлении третьего и последующих детей. Размер выплат с этого года увеличился на 15% и составил 29 950 рублей. Досрочно воспользоваться средствами можно на погашение кредита, взятого на строительство жилья, на обучение одного ребенка в госучреждениях или на оплату медуслуг. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил президент. В Бобруйске накануне торжественно открылся традиционный турнир. В этом году в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту участвуют 12 команд. Новички и огнеборцы из Калининграда. Продолжить тему Ольга Васинда. Во дворце искусств вместо сирены звучат фанфары. 19-й турнир спасателей на кубок председателя Бобруйского горсполкома объявляется открытым. На сцене фееричное шоу от сотрудников МЧС и творческих коллективов города. В соревнованиях по волейболу, мини-футболу и пожарному спорту участвуют 12 команд из Белоруссии и России. Впервые огнеборцы из Калининграда. Здесь же гости из Нарафа-Минска. Это базовая подготовка профессионалов, профессионалов-спасателей. И безусловно здесь ребята в Бобруйске на этом турнире показывают свое мастерство. Мастерство как профессиональное, так и спортивное. Обязательный пункт программы – награждение. Почетные грамоты, благодарности, юбилейные медали за достойный и добросовестный труд. В зрительном зале лучшие сотрудники МЧС. Их фирменное отличие – беспримерное мужество, высокое мастерство, ежедневный риск и настоящая доблесть. И в будни, и в свой профессиональный праздник они на боевом посту. Уважаемые коллеги, ветераны службы, искренне от всей души хочу поздравить профессиональным праздником, Днем Спасателя. Пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, успешной работы, чтобы всегда семьи дома ждали своих спасателей, чтобы в работе получалось, а в нашем доме, в нашей стране всегда был мир и спокойствие. Первый этап турнира – волейбол. Спасатели меняют привычную форму на спортивную. Игры проходят сразу на трех площадках – СК «Гелиус», «Спартак» и «Славянка». Соревнования – отличная возможность встретиться с коллегами из разных городов. Среди участников представители Гродно, Бреста, Новополоцка, Речицы, Минска и, конечно, Бобруйска. У нас от Бобруйска выступает две команды уже на протяжении многих лет. Лично для меня это уже, по-моему, 14 турнир из 19 я выступаю. Но как бы всегда удавалось побеждать. И в этом году я надеюсь, что мы не подведем, и кубок останется на Бобруйской земле. Борьба за кубок председателя Бобруйского гурсполкома продолжается. В пятницу командам предстоит подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Это, пожалуй, самый зрелищный этап турнира. В субботу в программе мини-футбол и подведение итогов. В прошлом году заветную победу одержали наши спасатели. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Успеть срок в стране началась кампания по декларированию доходов за 2022. Расчет по доходам и налогам обязаны предоставить белорусы, которые за последние пять лет продали более одного жилого дома, квартиры, дачи, машиноместа, земельного участка или гаража. Это же касается офисов, складов или другой недвижимости, независимо от ее количества. Плюс декларацию должны подать те, кто в течение календарного года реализовали или поменяли грузовик, автобус или больше одного легкого автомобиля, мотоцикла, мопеда. Декларированию подлежат доходы, полученные физическими лицами в дар не от близких родственников, бесплатно полученная недвижимость, по договорам ренты, договорам мены. Если сумма доходов, полученная в 2022 году, превышает 8078 белорусских рублей. А также те, кто получал доходы из-за границы, будь то работа по найму или подарки от иностранцев и зарубежных организаций. Документы необходимо предоставить не позже 31 марта. Для этого можно посетить налоговую, отправить данные по почте или воспользоваться личным кабинетом плательщика. «Сеясь, Сын мой возлюбленный, в Которое мое благоволение». Православные верующие отмечают Богоявление. Праздник отсылают к событиям крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Во всех приходах с самого утра начались торжественные богослужения, чин освящения воды. Многие предпочли окунуться в купель. О первозданной чистоте Карина Гуревич. Бодрость, духа и тело. По традиции, многие бобруйчане в этот день приходят к купелям. Организовано их в городе две – возле грибной базы на Береговой и на территории второй спасательной станции в Приберезинском микрорайоне. Одни отправляются закалять организм, другие – очищаться от грехов, третьи – вспомнить крещение Иисуса в реке Иордан, описанное в Евангелии. Народная традиция. Приятно очень. Ощущение, какое заново родился. А сколько лет уже окунаетесь? Наверное, уже с 2004 года, 2005. С весны с ранней до осени постоянно купаюсь, поэтому мне очень нравится. Такой заряд энергии, эмоций. В прошлом году первый раз, а этот второй мне понравилось, и я надеюсь, что буду постоянно ходить. Непривычно теплая погода для праздника привлекает людей. Большинство бобруйчан окунается в купель уже не в первый раз. Но есть и новички. Чтобы погружение прошло с комфортом, на месте работает полевая кухня. Экстремалам предлагают горячий сладкий чай, можно приобрести свежую выпечку. При организации купелей все внимание безопасности. Подход к воде комфортный и удобный. Оборудован деревянными лестницами и мостиками. Рядом дежурят спасатели и врачи. В народе считают, что во время обряда в воде – источники новой жизни. Человек умирает для греха и воскресает для Бога. Однако купание в проруби – дело добровольное. Куда важнее посетить службу в храме, исповедаться и причаститься. Завершение праздника принято проводить вечером в семейном кругу и домашней атмосфере. Праздник называется еще просвещение, Богоявление. Христос явился в этот мир для того, чтобы начать свое проповедь. И с тех пор в этот день мы освящаем воду. А зачем освящать воду? Опять же по той причине, что Бог нам все дал чистоте и гармонии. И мы своими грехами, своей греховной жизнью, к сожалению, все там мрачаем. За крещенской водой у храмов выстраиваются очереди. Верующие знают, ее целебные свойства остаются в силе весь год до следующего Богоявления. Сам праздник православные со свечой и молитвой освящают свой дом. Пьем в целях здоровья. В любом случае вера – это главное на сегодняшний день. Поэтому лишнее не бывает. Набрали и себе, и маме, и папе. У нас пожилые родители. Несет людям здравие, очищение, любовь друг к другу. Все в ней заключено. Люди пьют ее с большим удовольствием. Миллионы людей по всему миру встречают Богоявления. У каждого свои правила и традиции. Но без сомнений, крещение Господне – это таинство, которое дает человеку духовные силы и образует связь с Богом. А вера – глубокая, искренняя, пронизанная эмоциями принятия Всевышнего. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА